Аллилуйя! Так, сейчас у нас недельная глава Торы. Всех приветствую. Кто помнит, что было в последний раз? О чем мы говорили? Кто был? Я напомню, мы разбирали с вами, у нас был закон о материнстве и об очищении женщин после родов, если вы помните, да? Вот, и на 13 главу мы последнюю разобрали, начали разбирать проказу, помните? И 13 глава, она говорила о том, что такое проказа, как священник ее должен был определить. Вот, сейчас переходим дальше. У нас сегодня Левит 14-15 глава. Здесь идет в прошлой главе, как священник должен был определить эту проказу. И 14 глава также продолжается. Как должно было происходить очищение от проказы. Второй стих. Вот закон о прокаженном, когда надо бы его очистить, приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого. И тут пошел у нас целый обряд. Я вкратце расскажу. С 1 по 5 стих идет, то есть священник заявляет, что прокаженный чист, да, и идет обряд. Должен был выйти с 1 по 9, нет, сначала с 1 по 9, да, прокаженный чист, и сам обряд, церемония, которая сопровождала это заявление. Потом вторая часть главы будет о том, что жертвы, которые, жертвы, которые должен был священник принести Богу, за вот очищенного. И последняя часть главы третья, очень популярная, кстати, по сей дни в Израиле, это обращение с домом, в котором появились признаки проказы. Другими словами, плесени. И там разбирается, что делалось раньше, когда дома появлялась плесень. Вот, и мы быстренько пробежимся. Да, я же говорю, по сей день. Вот, то есть представьте, это вот внесли в книгу левитов, прямо, да, треть главы целая на тему плесени в квартире. Вот, ну и быстренько, значит, первое, что, с первой по девятой стихи. То есть сама язва, мы уже с вами говорили о том, что язва, она не являлась на тот момент неисцелимой болезни. Вот, правда, мы знаем, что были вот Озия, он в Ветхом Завете, да, болел до самой смерти. Проказа Геезия была, она передалась его потомству. Но также помним, что, например, проказа Мирьян длилась всего лишь семь дней. Вот, поэтому предполагается, что проказа все-таки, она должна была проходить со временем. Да, вот, поэтому дальше идет у нас заключение об исцелении, как о заболевании проказа, это выносил священник. Вот, он должен был выйти из лагеря, навестить прокаженного, убедиться, исцелена ли его проказа. Вот, если оказывалось, что проказа исцелилась, то священник должен был заявить об этом торжественно. Вот, и прокаженные или его друзья, там описывается, должны были поймать двух птиц, допускался любой вид птиц, приготовить кедровое дерево, червленую нить, и соп, вот, то есть все такой целый обряд. Вот, и дальше с 10 по 20 стихи, вот, чтобы закончить очищение прокаженного на восьмой день после предыдущего, вот этого вот, как они обряд этот провели, при возвращении в свое жилище этот очищенный, он должен был явиться у входа в скини и там предстать перед Господом со своей жертвой. Вот, то есть потом приносилась сама жертва. Сначала объявлялось, что прокаженный очищен, потом проводился вот этот обряд, а потом уже сама жертва. Вот, мы не будем вникать в детали, на сегодняшний день это нам не актуально, мы это рассматриваем больше для истории, для примеров, как раньше, как искуплялись грехи, болезни, да, израильского народа. И дальше с 21 по 32 стихи, там уже идут постановления для закона, вот, значит. Сейчас я все-таки зачитаю. Ну, тут как, в принципе, и в тот раз мы рассматривали. Само протекание болезни, как она должна, какого цвета быть, как сама болезнь протекает. Потом священник несколько раз также должен был убедиться, что уже ничего не происходит, должен был вернуться, осмотреть, вот. И тогда уже священник видел, что там что-то менялось, не менялось, вот. И уже объявлял, как говорится, то есть, что он прокаженный уже чист, не чист, вот. Все это описывается в 13 главе, весь этот процесс. И вот последняя интересная, третья часть 13 главы, там проказа в доме. Вот, мы помним, что до этого израильтяне, да, они блуждали по пустыне, они жили в шатрах, в палатках. Вот, а теперь здесь уже, извините, это все в 14 глава, да. Вот, это, и вот 34 стих. Самое интересное, что тут написано, что Бог давал эту проказу в дом. «Когда войдете в землю Ханаанскую», 34 стих, которую я даю вам во владение, я наведу язву, проказы на домы в земле владения вашего. Тогда тот, чей дом, должен пойти и сказать священнику, у меня на доме язва. У меня на доме показалась как бы язва. Вот представьте сейчас к пастору, у кого дома плесень. Алло, пастор, у меня дома плесень. А раньше было именно так, вот представьте. А сейчас раз, достал этот, пшикал кучик и… Сейчас больше плесень с сердец надо снимать, да. Да, раньше, вот видите, раньше стела из дома, из места. Вот, и тоже целый обряд, тоже священник приходил, смотрел. Самое интересное, смотрите, то есть он говорил очистить дом сначала. Если это не помогало, он там через неделю возвращался. В общем, доходило до того, что если плесень из дому никуда не пропадала, то священник приказывал вот это место, которое… Вот, именно выдалбливать все камни, убирать, выносить в специальное место за город. Было специальное место для всего нечистого за городом. И туда это все отправлялось, да. Вот, и сейчас я вам зачитаю. Макс, ты что, случайно, не нашел? Да, 38-й. Да, священник прикажет опорожнить дом. Нет, это не здесь. Седьмой день опять придет священник, если увидит, что язва распространилась по стенам дома, прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города на место нечистое. А дом внутри пусть весь оскоблят, и обмазку, которую оскоблят, высыплют вне города на место нечистое. Ну, штукатурку, да, вы поняли? И возьмут другие камни, вставят вместо тех камней, и возьмут другую обмазку, шпаклевку, да, и обмажут дом. И если язва опять появится и будет свисти, то священник придет, осмотрит, и если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме, нечист он. То есть бывало такое, что ничего не помогало, и вот в 45-м стихе написано, должно разломать этот дом, и камни его, и дерево, и всю обмазку домов вынести вне города на место нечистое. И все. Ну, естественно, считалось, что... Амитейская, израиль, развалится вместе с домами. Да, и считалось, естественно, как и с людьми больными какой-то заразой, так и с этим домом. Кто заходил в этот дом, или кто спал в этом доме, сразу же, естественно, он считался тоже нечистым, и должен был потом очищаться. Вот. И 15-я глава у нас... Тут тоже были несколько видов определенной нечистоты на то время, которые эта книга рассматривает. То есть была болезнь у мужчин, она в Библии называлась «Нечистота от истечения его». То есть я так понимаю, что это типа или гноилось тело, или что-то такое, как я понял. Да, нечистота, которая передавалась через истечение у мужчин. Вот. Но вот в комментариях интересно там это описывается, что чаще всего это была болезнь вследствием распутства и нечистоты развратного образа жизни. Да, то есть это все болезни, которые связаны с таким образом жизни. Не знаю, здесь так как-то по-другому. Это теперь вы мне подсказали, что это одним словом, сейчас это так называется. Тут просто столько всего описано, что я даже не собирался это читать. Вот. И, естественно, тоже, то есть определенные обряды, как священник, что должно было происходить. Естественно, мужчина, который там садился, прикасался к кому-то или садился на что-то, все это вокруг сразу становилось нечистым. Вот. Как они за всем следили, да? Вот. И дальше о женщин, у которых шли вот эти менструальные дни или шли болезни с этим связанные, какие-то продолжительные. То есть во второй части головы тоже об этом описывается. Вот. И также, что все, к чему женщина прикасалась, это тоже считалось нечистым на то время. Вот. И тоже, что должен был сделать священник, описывается. Вот. Вот как это все происходило. И самое интересное, вот Бог в конце 15 главы, в 31 стихе, Он говорит, что «Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище Мое, которое среди их. Вот закон об имеющем истечении, у кого случится излияние семени делающего нечистым и страдающего чечением своим имени, имеющих стечение мужчине, женщине». Ну, в общем, перечисляется. Но самое интересное, вот в 31 стихе «Господь призывает хранить сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте и не осквернили жилище Божье». То есть для Бога было очень важно, чтобы мы были здоровыми, чтобы мы следили за тем, чтобы мы были здоровыми. Да, вот. Я вообще не представляю, как на то время, если кто-то был нечистый, как это все вокруг него, сразу от него или шугались, или как это происходило. В общем, но для Бога это было очень важно. Вот. И можно здесь провести параллель, что также сейчас мы являемся храмом Духа Святого. Да, вот мы на группе разбирали в эту среду эту тему, что мы храм Духа Святого, и написано в Новом Завете уже, что покарает Бог, если мы разоряем этот храм. Так же и в Ветхом Завете. Видите, Богу было очень важно, чтобы мы хранили в себя в чистоте. Вот. Все, на этом мы заканчиваем недельную главу, 14-15. Аминь. 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 Продолжение следует...